Первый турецкий сбор официально начался. Вторник прошел весьма ударно. Команда провела две плотные тренировки. Но сегодняшний выпуск мы посвящаем Максиму Плотникову. Нашему вратарю сегодня исполнился 21 год. В Минском Динамо Макс уже на протяжении 6 лет. Вспомним, как пинский парень переехал в Минск. Был турнир в Пинске. Ну еще тренер до этого турнира три месяца назад сказал мне, что спросил, хочешь играть в Минске. Я ему, конечно, хочу. И потом я узнал о турнире, который будет проводиться. Это вроде 85 лет Динамо было. Ну и вот был просмотр, вызвали меня в Минск. Просмотр, можно сказать, прошел успешно. И так оказался в Динамо. А каким же Максима помнит его наставник? Сан Саныч Мартешкин. Ну, пришел в Динамо в 13-м году, в январе. И Максим как раз уже был в команде. Работал он у Мустыгина. 98-й год, правильно? Это 15 лет ему было. Кажется, время бежит как. Там 15. Здесь уже сколько ему сегодня? 21. 21. Поэтому был. Глаза большие. Все вроде бы в диковинку. Динамо. Все равно это, как говорится, клуб. Как бы там ни было. Приехал, как говорится, с Пинска. Все тоже в новую. Тренировки другие начались. Поэтому трудолюбивый мальчик. Уже мужчина. Поэтому понравился своим вот этим вот то, что старался познавать. И стремился, стремился к чему-то. И до сих пор стремится. Сразу вообще страшно было. В общежитие я приехал. Там все так по-новому. Все-таки взрослая жизнь, 15 лет началась. Без мамы, без папы. Тренировочный процесс. У меня никогда не было тренера вратарей. И тоже было шоком. Много всего узнал сразу. Познакомились 5 лет назад. Приехал он тогда на просмотр к нам. Впечатление сразу. Такой обычный парень приехал. Общительный. Сразу как-то мы с ним заладили. Начали общаться. Ну, так где-то и ходили в городе. И так. Все, все с кем работал, они профессионалы своего дела. Особенно мне Андрей Карбонов запомнился. Потому что, ну, не знаю, для меня это... Ну, для меня, если честно, это лучший вратарь чемпионата. Как бы старался с него пример брать. Как бы, так все профессионалы, я помню, даже когда первая тренировка моя была, я на Гутера такими вот глазами смотрел. Потому что раньше я его только по телевизору видел, а сейчас я его просто тренирую с ним рядом. Вообще не верил. Даже если я перед сном засыпал, думал, ничего себе с кем я тренируюсь. Насколько сильно поменялся Плотников по сравнению с тем парнем, который пришел в Минское Динамо шесть лет назад? Ну, возмужал это, естественно. Все, как говорится, ребята возмужают постепенно, постепенно. Бывает, где-то местами ходят, чтобы быстрее что-то было, но в свое время берет. Вот поэтому за этот период такой молодец, ему нравится. Он как губка впитывает хорошо. Как говорится, тренерскими тезисами сказать обучаемый. И он к этому сам даже, повторюсь, стремится. Поэтому не шелтай-болтай. Что-то получается, что-то нет. Ну, в основном много получается. Хоть в больших играх Максим пока еще участия не принимал в составе нашего клуба, но в заявке Лиги Европейских матчей Максим был. Ну, блин, я чувствовал, меня дух захватывал. А честно, я, как не знаю, у меня всегда от фанатов мурашки идут. Не знаю, для меня фанаты – это главное в футболе. И когда я видел Вайводину, когда мы ездили, потом в Сент-Патрикс выходил, у меня просто дрожь по телу шла. Если представить, что там той же в Сербии, в партизан, трансверно, вот я вообще всегда мечтал посетить эти матчи. Максим, как и все вратари, парень с очень интересным характером. И у него тоже есть масса интересных историй. Вот одна из них, вспомним. В Бельгии были. И там что-то неприятное мне мой партнер сказал, Кирилл Суворов. И я его кинул на кровать, и мы кровать сломали. Так об этом еще до сих пор никто не знает, ни Михалыч, никто. И затем мы пошли в магазин, купили скотч коричневого цвета, чтобы под цвет кровати. И перемотали палку, она пополам сломалась. И Михалыч зашел, говорит, что-то я устал. Пойду отдохну. И именно на ту кровать пошел. Так страшно было. Он ложился, оно скотчет, скрипит. До сих пор никто не знал до этого момента. Упражнение бывает делает, и что-то. Ага, а там надо вправо, он бежит влево, надо влево, вправо. Может, то, что левша, другое полушарие работает. Но так запомнилось, что, когда играли эту финальную шахтера, пошел в финальце бить. Переживал он, конечно, не забил. Но жизнь такая, ничего страшного на этих всех. Что-то обжигаемся, где-то на чем-то учимся. Поэтому ничего. Как-то первый месяц так, еще стеснялся, а потом уже чуть подраскрылся. Могли уже сходить так, куда-нибудь в город. В прошлом году Плотников отправился в аренду. Футбольный клуб «Луч». Именно в составе этой команды Макс впервые дебютировал в высшей лиге. И выглядел там весьма неплохо. Вторую часть сезона Максим провел в Жодино, где также сумел себя хорошо зарекомендовать. Сейчас же Макс вернулся в Минское Динамо. Много мне просили, как говорится, не просили, а клуб, чтобы там продали мы его или отдали это самое. Но то, что я все время говорю у нас с вратарями, я говорю, вот этот вул хорошо пока. И я не сторонний, чтобы мы для кого-то работали и просто-напросто отдали. Поэтому и я, и ребята, и он сам на себя возлагает уже большие надежды. Он стремится. Поэтому и конкуренция. Как говорится, никто ему просто-напросто ворота не отдаст. Поэтому он это понимает, ребята понимают. И хорошо это в коллективе, это и на тренировках, подражелюбие, и все это. Поэтому все здорово. За Динамоскую основу Макс пока провел только один матч. Но, может быть, в этом году он получит свой шанс. Дебют... Это я... Как бы... К чему стоит стремиться? Моя цель сейчас, это дебютировать за Минское Динамо. Именно в высшей лиге. А там дальше будем смотреть, работать. Что же, пожелаем Максиму удачи. Мы-то знаем, что он умеет добиваться поставленных целей. Ну а пока еще раз. С днем рождения! И вливайся в коллектив. Вливайся. Вливайся в коллектив. Давай посильнее бьем. Сегодня день рождения. Ты стал еще взрослый и старший. Ну да. Нормально поздравили все. Уководство поздравило. Пару вещей получил. Какой самый главный подарок? Самый. Еще впереди. Насколько впереди? Мордумай, секунду 5. Днём рождения. Вот это да! Хорошего. Вот эти слова. Максим, шляпсок. Дай Максу Глотникову. Вот такой. Спасибо. Это мне жена прислала. Это почта, да? А Макс передал. Она сказала, мне на ложном прислала. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...